Доброго времени суток YouTube, уважаемые контрагенты! Хотел бы поднять вот такой вопрос. Дело в том, что на протяжении последних дней, на прошлой неделе, неоднократно сталкивался с таким явлением. В разговорах с руководством различных предприятий, разговариваю очень-очень много с директорами, главными инженерами, заместителями в рамках деятельности лаборатории. И очень-очень часто мне задают вопрос, а что же нам делать с теми работниками, которых вы признаете негодными, которых отнесете в группу риска. И, соответственно, с таким опломбом мне говорят, что мне их увольнять, если вы напишите мне, что этот работник находится в группе риска. Этот вопрос, что мне их увольнять, задают мне уже на протяжении 14 лет моей работы в лаборатории психологического обеспечения, когда я был заведующим этой лаборатории. Что мне их увольнять? Я поначалу терялся в этом, а потом решил все-таки доносить, может быть, не очень удачно, но тем не менее у меня иногда это получалось, доносить до руководства одну простую истину, одну простую вещь. Это видео будет называться «Социальная ответственность. Группа риска и руководство». Ну и давайте начнем. Я прямо зачитаю этот документ, который вот я тут записал его буквально в своей мысли за 15 минут, попытаюсь донести очень простую вещь. Как я уже говорил, разговоры с руководителями предприятий, десятки разговоров и в рамках контролирующей деятельности лаборатории. И любой руководитель действует, понятно, исходя из каких-то конкретных своих организационно-юридических документов, необходимости, оснований. Любой руководитель исходит из этого. Но есть, соответственно, и другие какие-то вещи, другие руководители. Но давайте продолжим. В рамках контролирующей деятельности Ростехнадзора действует и научно-практический центр АКМЭ со структурным подразделением лаборатория психологического обеспечения. И мы руководствуемся, равно как и организацией предприятия, с которыми мы заключаем договоры, административным регламентом Ростехнадзора номер 721. Этот регламент четко в своем пункте номер 36 регламентирует и определяет, что наряду с медицинскими освидетельствами работники потенциально опасных производств должны проходить психологические обследования. Только в этом случае Ростехнадзор может оформить лицензию на право ведения работ в области опасных технологий какому-либо из предприятий. Вот это формальная сторона вопроса и в этом, конечно, заключается глубокий смысл. Есть документ, руководство им руководствуется и, соответственно, действует в рамках каких-то регламентов своих внутренних, ну и, собственно, контролирующих каких-то органов. Это формальная сторона вопроса. Вот она здесь у нас изложена вкратце. Не об этом сейчас речь. Но существует, как я уже говорил, неформальная сторона вопроса. Давайте вот мы ее рассмотрим. 86-й год. Трагедия на Чернобыльской атомной станции. И, соответственно, собрались все 10 директоров атомных станций. На тот момент в СССР их было 10. На совещание на крупное. Проходило оно на Балаковской атомной станции. Прекрасная атомная станция. Я там несколько раз был. На берегу Волги. Все хорошо. И было принято решение. Решение. Проблема того, что произошло на Чернобыле, это проблема человека. Причина. С точки зрения этих директора, все 10 согласились с тем, что произошедшая трагедия на Чернобыльской атомной станции, она затрагивает прежде всего человека и человеческий фактор. С точки зрения психофизиологии, работник, который совершил ошибку в тот момент, в 86-м году, слишком быстро нажимал на кнопки, которыми он управлял, управляя блочным щитом управления атомной станции, Чернобыльской атомной станции. То есть было признано этими директорами предприятий, директорами атомных станций, 10-ю людьми, от которых зависело функционирование этих атомных станций, что процессы возбуждения в центральной нервной системе у конкретного работника на Чернобыльской АЭС в момент катастрофы преобладали над процессами торможения. Торможения. Другими словами, этот работник, который совершил ошибку, не подумал и нажал на кнопку. А надо было сначала подумать и потом на эту кнопку нажимать. С точки зрения психофизиологии, повторюсь еще раз, процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Торможения. Надо думать, а потом уже действовать, а не наоборот. Что не произошло и случилась, собственно, вот эта катастрофа. Конечно, какие-то там технические моменты. Прошу прощения, телефонный звонок отключил. Значит, лаборатория психологического обеспечения 14 лет занимается проблемой культуры безопасности человеческого фактора. С 2000 года появился приказ 532, который регламентировал уже неформально, вот нет волеизъявлений 10 директоров атомных станций Российской Федерации. Это не было ничем закреплено их решение. Они создали эти самые лаборатории. Создав эти лаборатории, без приказов, без указов, они решили, что с людьми надо работать. С работниками потенциально опасных производств с ними надо работать. И, соответственно, в 2000 году 532 приказ закрепил это документально. Мы им руководствуемся. Это библия лабораторий психологического обеспечения. Соответственно, работая с 2002 года, моя лаборатория за период 14 лет выявила группу риска таких лабораторий в количестве в процентном отношении от 17 до 22 процентов в разные годы. Тут и различные кризисы 2008 года, тут и все вот эти изменения, которые в 2000-х происходили. Одним словом, обследуя до 1000 работников в год, мы выявляли на протяжении этих 14 лет в среднем 20 процентов группы риска. Соответственно, лаборатория ежегодно дифференцировала каждого работника, который попадал в поле ее зрения, на три группы. Первая группа годен, вторая группа ограниченно годен и третья группа негоден. Соответственно, вторая и третья группы являются для нас, для лабораторий, для наших сотрудников группами риска. Третья группа составляет от общего числа обследуемых порядка 1%. Вот мы пишем в своем заключении годен, ограниченно годен, негоден. Так вот негоден мы пишем в процентном отношении примерно 1%. Этот 1% по нашим оценкам, расчетам, очень фундаментальным, математическим, статистическим, составляет 1% и это лица, больные шизофренией, маниакально-депрессивным психозом. Руководители, с которыми я общаюсь, боятся, что мы сейчас напишем негоден, ну мы можем написать негоден, да, мы имеем на это право. Но мы написали такое заключение за эти 14 лет буквально на пальцах одной руки можно пересчитать. То есть 1% это люди действительно больные, как говорят, их проблематика лежит в области большой психиатрии. Большая психиатрия это собственно вот эти два заболевания шизофренией МДП и малая психиатрия это все остальное. Ну некоторые авторы еще относят эпилепсию к этому вопросу, но тем не менее остальное малая психиатрия это порядка 8-9 синдромальных групп, это неврозы, различного рода социальной дезадаптации, психопатии устаревшие и так далее. Но тем не менее психиатры так называют большая психиатрия шизофренией МДП и малая психиатрия все остальное. И вот тут вот собственно это прописано, остальные группы лица, группы риска это работники как правило с невротическими нарушениями или с расстройствами социальной адаптации. То есть порядка 20% группа риска и большинство из нее это вот как раз вот эти самые работники. Процентный состав работников от общего количества обследованных с какими-либо аддикциями, я особо хочу на этом моменте остановиться и подчеркнуть, алкогольной аддикцией, наркотической аддикцией, какой-либо еще крайне незначителен. Да, считается что у нас пьющая нация и если я пишу значит ограниченно годен, начальник цеха мне звонит Виктор Николаевич, а к чему он у нас алкоголик, он вроде в этом не был замечен. Я говорю перекреститесь 10 раз Господь с вами, оставьте эту мысль, не мыслите шаблонно. Это не алкоголики, таких людей не очень много, да конечно они есть, присутствуют и попадали в наше поле зрения, но это буквально сопоставимо наверное, ну может быть 1, 2, 3% от общего количества обследуемых, которые злоупотребляют алкоголем, замечены в употреблении наркотических каких-то веществ, психоактивных веществ и так далее и тому подобные вещи. Крайне незначительный процент. То есть и все равно я возвращаюсь к мысли о том, что твердо убеждены я, мои работники, сотрудники, что основной процент, 20% усредненных, да, это люди с неврозами и расстройствами социальной адаптации. Это вполне нормальное естественное явление для любого человека, как говорится здоровых людей у нас нет, есть только недообследуемые. Так вот, с позиции психофизиологии реальных обследований на протяжении этих 14 лет, 20% это невротики и социопаты, психопаты по устаревшему. Сейчас это не принято так говорить, меня сейчас коллеги тапочками закидают, сейчас говорят о социальной адаптации, а не о психопатии. Но пойдем дальше. С алкоголиками и наркоманами разобрались. Это такой же незначительный процент, как больных шизофренией, маниакально-депрессивным психозом на потенциально опасных производствах. Они есть. Ну их буквально на пальцах одной-двух рук можно пересчитать за все эти годы. И с ними, конечно, жестко разбираемся. Есть люди, есть потенциально опасные работы, где можно релюшку большим пальцем вдавить и произойдет катастрофа не хуже Чернобыльской. Есть такие производства. Ну и соответственно, то, о чем я уже говорил, забегая вперед, за 14 лет 20%. Таким образом, подходим к некому промежуточному выводу. Группа риска – это люди в большинстве своем ответственные, работоспособные трудоголики, болеющие за свою работу, отдающие всего себя на благо общественной, трудовой, производственной деятельности. Это неплохие люди. Лица группы риска расплачиваются за свою работу самыми разнообразными психозоматическими заболеваниями. Хорошо, если они попадают к нам и начинают о себе задумываться, о своем здоровье. Мы диагностируем и видим, что у этого человека не все благополучно с нервами, грубо так говоря, в кавычках. И соответственно, он нам говорит, да, давление в последнее время человеку 40 лет, давление скачет. У кого-то там, значит, желудок периодически побаливает. А проверялись ли вы у врача? Нет, не проверялся. Надо бы, говорим мы им, то есть занимаясь профилактикой тем самым. Гипертония, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма. Все психосоматические, весь спектр психосоматических заболеваний, это наша епархия. Лаборатория работает с симптомами, а не с синдромами и уж тем более не с нозологиями. Мы выявляем невротические нарушения, которые потенциально, логика, да, приводят к гипертонии, а как следствие инсульт, не дай бог, инсульт, инфаркт или же какие-то раковые новообразования. Вот, собственно, о чем я хочу сказать, подчеркнуть этот момент. Лица группы риска расплачиваются за свою ответственность, за свою работу, работоспособность, за свою безаварийность своей деятельности, своим здоровьем. Это определяющий, самый важный момент. И этим моментом я хочу ответить на все те заявления, когда мне говорят, что мне их, вот вы пишете, Виктор Николаевич, группа риска, что мне их увольнять? Да ни в коем случае их увольнять нельзя. Вы потеряете основу, базис своей работы, надежность своей работы и своей деятельности, если будете так поступать с такими людьми. Ну и подводя итог, здесь вот он озвучен, что написано топором, пером то не вырубишь топором. Руководство предприятий организации, на взгляд лаборатории психологического обеспечения, со всей отчетливостью должно понимать, что увидев по результатам психологических обследований работников вторую группу риска, ни в коем случае не стоит воспринимать это как повод к сокращению увольнению данного конкретного работника. Лица группы риска в подавляющем большинстве, в 99% случаях, это не те люди, на которых зиждется успех, стабильность, развитие и безопасность деятельности любой организации, любого предприятия с потенциально опасными видами работ. За успех, стабильность, развитие и безопасность деятельности своего предприятия, эти работники группы риска платят своим здоровьем. За все надо платить в этой жизни. Это непреложный закон, это аксиома, и кто этого не понимает, те начинают задавать мне вопросы. Может быть мне их уволить? Ни в коем случае. С ними, с этими людьми надо работать. Это социальная ответственность в наше нелегкое время любого руководителя, любого предприятия. Видео так и называется. Социальная ответственность, группа риска и руководители. Трудно себе это представить. Это, наверное, уже в прошлом, в социалистическом нашем прошлом. Но, тем не менее, кадры решают все. Вопрос, что делать в этом случае? То есть задают вопрос, что мне их увольнять? Я переживаю по этому поводу, говорю ни в коем случае. Начинаю объяснять эту ситуацию с гипертоником, сердце которого расплачивается за то, что он переживает за свою работу, повышается артериальное давление. Формируется условно-рефлекторная реакция по Павлову. И любое волнение вызывает у этого работника повышение давления на стенки сосудов. Отсюда гипертония, отсюда инфаркты, инсульты и так далее. Что делать руководству? Не увольнять ни в коем случае таких работников. Вторая группа это лишь знак, символ того, что этот работник должен быть, к нему должно проявляться какое-то очень пристальное внимание. Итак, первое, что должно руководство делать, это знать об этих работниках. Для чего проводится психологическое обследование, ежегодный мониторинг этих работников. В приказе написано 532 ежегодно, один раз в год. Как минимум знать об этих работниках, проводить психологические обследования. Это не область, это не епархия медицины. Ни один офтальмолог, хирург, терапевт, любой другой медицинский работник об этом не знает и не задумывается. Медицина и психофизиология совершенно разные области деятельности. У них разные цели, у них разные задачи, то есть пути, которыми они идут к достижению своих целей. И соответственно абсолютно разные методы работы, разные методы диагностики и исследований. Ни один терапевт не знает, что такое ММПИ, не знает, что такое методика Равена, не знает, что такое простая зрительно-моторная реакция и функциональное состояние работников по результатам реакции на движущийся объект. Не знает медик об этом. Психофизиология и медицина это не одно и то же. Еще одна наболевшая тема, о которой я уже говорил и возможно вернусь к ней еще неоднократно. Итак, руководству надо знать об этих работниках, направлять их на психологические обследования и констатировать факт, выявлена вторая группа риска. Хорошо, ничего плохого в этом нет, этими работниками надо заниматься. Контролировать минимум с периодичностью один раз в год их социальное, психологическое и психофизиологическое состояние работников второй группы риска. Соответственно, проявлять к ним внимание, оказывать повышенную медицинскую поддержку, это направление в профилактории, санатории, что угодно. Не оставлять их без внимания, знать об этом, держать в сейфе эти списки, эти перечни группы риска по второй, по третьей группе. И, соответственно, говорить, а у нас Иванов в этом году задавать вопрос своему профсоюзному лидеру, вы ему думаете оказать какую-то медицинскую поддержку? Я знаю, что он на гипертонию жалуется по психофизиологическим обследованиям, у него функциональное состояние низкое. Но он у меня работает, пить есть не просит, как волк тянет эту лямку. Вы ему думаете оказать помощь, уважаемый лидер профсоюзной организации, выделить путевку ему в профилакторий, санаторий, поинтересоваться у него, как у него все ли благополучно, нужна ли ему какая-то помощь? Я его сейчас вызову, сам у него поинтересуюсь. Вот примерно такой разговор я вижу между руководителем и профсоюзным лидером, который в большинстве случаев, в 100% случаях в России распределяет те же самые банальные путевки или еще как-то. Хотя это сейчас уходит в прошлое, но тем не менее, это один из типовых разговоров. Психологическую работу проводить, создать как минимум психологическую группу реабилитации. Четко прописаны, установлены стандарты реабилитационно-оздоровительной работы, РОМ так называемой. То есть профессиональные психологи, промышленные психофизиологи прекрасно знают, что такое РОМ. Реабилитационно-оздоровительные мероприятия. Психологическая работа должна проводиться. Кабинеты, разгрузка, различного рода медитативные практики. Надо работниками заниматься в наше нелегкое время. Иначе подходить с правильной позиции. Не хочешь, не работай, вон забор за забором еще. Увольняйся за забором еще десяток таких, как ты стоит. Да ничего подобного. Давайте возьмем из-за забора человек и посадим его за блочный щит управления атомной станции. Или еще на какую-то ответственную работу. И посмотрим, что у нас будет. Сколько Чернобыля у нас возникнет. О людях нужно заботиться, о людях нужно думать. Без этого высокотехнологичные производства быть не могут. Соответственно, забота о продлении профессионального долголетия работников. Это основная забота руководства предприятия. Выявили, заботимся, поддерживаем этих работников. Они работают и приносят нам уверенность в завтрашнем дне. Приносят стабильность, безопасность и безаварийность работы вашего предприятия. Только так. Хотите по-другому? Увольнять, сокращать, выводить за контур предприятия? Пожалуйста, давайте дворника без образования. Я утрирую, конечно, прошу меня понять правильно. Дворника без образования посадим за БЩУ, к примеру. И посмотрим, что он нам там понажимает. И, соответственно, прошу простить меня за некоторую эмоциональность, возможно. Они не плохие. Не алкоголики, не титунияцы. Их не надо увольнять. Они, эти работники второй группы риска, в 99% случаях, по опыту нашей 14-летней работы, это основа деятельности любого предприятия, любой организации. Это базис, если угодно. Это основа. Это стабильность, безаварийность и так далее. Никуда. Коммунистический лозунг, да, то есть со страшной бородой, если угодно. Кадры решают все. Все это было и при социализме, это было и в переходный период, это и сейчас присутствует в нашей деятельности, в нашей жизни. Особенно в сфере безопасности, производства, потенциально опасных видов работ. Кадры решают все. Кто этого не понимает, говорит, увольняйся. Кто не понимает, кто понимает, те о своих работников проявляют заботу. Поэтому, уважаемые руководители, не задавайте мне вопросов, пожалуйста, больше. Я надеюсь, я 14 лет это слышал. Что мне их уволить? Не надо их увольнять. Людьми надо заниматься. При любом строе, любом государстве, любой системе, безопасность остается на первом месте. Культура безопасности – это безопасность, возведенная в культ. Если мы не будем об этом думать и заботиться с точки зрения человека, прежде всего, 99% проблем, крушений, каких-то чрезвычайных ситуаций – это проблема человека. Не пистолет стреляет, не машина попадает в аварию, а человек стреляет, машина не машина, а водитель попадает в аварию. О людях надо думать, о людях надо заботиться. Они основа основ всего и вся. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.